Добрый день всем! Вообще такой тем, наверное, к вечеру, а может наоборот, к утру надо поднимать. Ну, как вышло, так вышло, поэтому я запишу. Я хотела рассказать о привидениях. Сейчас эта тема очень модная. Их снимают на камеру, их боятся, с ними разговаривают. Что они в сущности несут? Добро это или зло? Там действительно очень разные души попадаются, совершенно разные погибшие от аварии, те, которых или которые очень пострадали на земле, которых, как это, ни в чистилище, ни в вайне, ни в врат. Ну, в рай это очень редко, которые вроде еще не заслужили чистилища. И в другую жизнь их отпускать тоже пока рано. Вот они ходят по земле. Кто-то там мимой жаждой мести его отпускает, потому что действительно есть за что. Кто-то не дожил, оборвалось. Но это не имеет, в общем-то, сейчас значения, почему мы не разбираем. Я разбираю, что они несут нам, живым всем, эти привидения. Хорошо это с ними контактировать, когда они появились. Или нет? Об этом разное мнение. Многие ездят в замок ночевать с этим привидением. Что Хюрем Султан, она же Роксолана, является в Стамбульском дворце. А то уже всем известно. Она даже являлась актрисой Мирьему Зерли, которая играла в Великолепном Веке. Она приснилась и велела ей сыграть себя и подсказывала, как играть. Поэтому в неё так хорошо это получилось. А второй актрисе она уже не подсказывала. Так что их фиксирует камера. Это уже, ну, ничем не вымышлено. Я могу сказать, что несут они людям всё-таки негатив. И от них надо избавляться. Я могу рассказать историю, которую я лично знала с привидениями. Лично знала этого человека, этого женщину. Она... У неё всё сложилось в жизни в тот момент. Она покупает квартиру. У неё нормальный муж. У неё сын пошёл учиться в институт. Она проплачивала платный там проживание. Всё, он поехал в другую страну. Где подешевле. В общем, у неё складывается. У неё хорошая работа. Она бухгалтером работает. То есть она изумается предприятие. Ну, это я понимаю. Она, конечно, так не говорила. Мне хватило и на квартиру, и на всё. Она там покупает себе дачу, хутор, большой кусок земли. В общем, у неё всё складывается. И вот квартира, где она покупает, она с привидениями. Самое натуральное проносится в полночь. Я ходила она там к учителю. У неё по юге был и по духовным. Он ей объяснил, что обращаться никому не надо ни в коем случае. У тебя хватает самой потенциала. Но она сама боролась. Не пошла она там ни к священникам, никому, ни к магам. Это была наша знакомая. Она ничего не знала про магию. Но вот только про астрологию, про предвидение. Но ничего не... В общем, прошли годы, и мы её встретили. И она рассказала, муж у неё умер. Привидение там так и живёт. Спокойно себе. Не обращая внимания на её титанические усилия. Сын у неё бросил институт. И с ней, в общем-то, мало поддерживает контакт. Он уехал, девушка родила от него, ушла с этим ребёнком. И алименты платит мама. Она хочет видеть этого ребёнка, но та не очень хочет. Деньги принимает. Он говорит, платить не может, поэтому я плачу за ребёнка. То есть вот так сложилось у неё. Говорит, мы вроде только оборудовали себе эту землю там, дом, всё. В общем, у неё всё-всё сложилось. И деньги есть, разбилось, счастье развалилось. И ничего такого не предвещало. Причём она человек был достаточно удачливый. Она долгие годы жила так очень скудно. У неё были провалы очень долгие. Но потом у неё всё наладилось. И вот этот обрыв. То есть она осталась жить с привидением. Привидение выжило всех. Выжило сына из её жизни. Выжило внука новорожденного. Выжило невестку. Хотя они жили, она купила им другую квартиру. И сын эту квартиру промотал. Он растратил, заложил в банк под бизнес. И он к бизнесу никакого отношения не имел. Естественно, это врождённое качество должно быть. Вот. И он промотал, в общем, квартиру даже. И она остаётся, можно сказать, у разбитого корыта. Ни мужа, ни сына, ни внука. Внука только деньги. Сын звонил и просил деньги. Вот такая вам история. Ну, работу у неё осталось. Но вот привидение, оно выживает. И поэтому я считаю, это очень не... Мне не нравятся эти сущности. Я могу так сказать, ни дымовые, никакие. Я их выселяю. Я выселяю дымовых всяких. Мне сущности такого вот уровня, они не нравятся. Они непредсказуемые. И истории про дымовых, кстати, тоже давайте... Или я отдельное видео запущу. Ну... Дымовыми всё не так просто. Ну, наверное, скажу в отдельном. Всё.